Счастливой субботы! Я очень рад возможности увидеть друзей. Кого-то из вас я вижу впервые, а кого-то уже видел много лет назад. Но несколько из вас мы видели за последние несколько дней. Это прекрасное время быть вместе. Мы были в США около четырёх недель. Мы приехали на выпускной моего племянника. И в то же время согласились на выступление в Калифорнии на лагерном собрании. А после выпуска моего племянника мы узнали, что будет ещё один выпуск. Мы также учились в этом университете. А затем наша внучка закончила Академию Лоурбрук. Итак, мы застали три выпуска за один месяц и лагерное собрание с выступлением. На прошлой неделе мы собрали чемоданы, чтобы снова отправиться обратно в Южную Америку. Слишком много сумок, потому что каждый брат говорил и просил, купите мне, пожалуйста, одно, не забудьте мне привезти это. И мы должны были всё это взять. Я думаю, у нас где-то 23 сумки, которые нужно нести. У нас где-то 8 человек. Хочу сказать вам, что нам придётся жить с некоторыми последствиями, некоторые из которых являются финансовыми, а некоторые просто работают, чтобы попытаться выяснить, как же это. Но Господь благ. И когда у нас здесь создаётся впечатление, что всё почти нормально, это не так. Это всего лишь маленький пузырь. За день до начала Великой депрессии всё было нормально. Я не думаю, что кто-то из нас здесь есть, кто с 1929 года. Кто-то есть? Действительно? Это ваша мама здесь? Вы с 1929 года? Нет, с 1931. Даже если бы они родились, они бы не помнили того. Но мой папа, он с 1936 года, а моя мама с 1934. Итак, не очень немногие из нас помнили бы это. Но просто помните, день накануне всё было нормально. И я рассказывала историю о Голландии, когда Германия вооружалась и готовилась к войне. Голландия была нейтральна и ожидалась, что она будет спокойна. Но вдруг, в один прекрасный день, без какой-либо информации, предупреждения, все немецкие самолёты перелетели границу Голландии. И через четыре дня война закончилась. Голландия стала принадлежать Германии. А накануне всё было нормально. И мы живём накануне, в преддверии. За день до того, как что-то должно произойти. И именно поэтому мы здесь сегодня. Потому что мы здесь не только для того, чтобы пощить Господа и поклоняться Ему. Мы здесь, чтобы подготовиться к второму пришествию. И я надеюсь, что сегодняшняя презентация поможет нам немного лучше понять, какой Божий план относительно нас. Некоторые из нас слышали и готовятся. Другие ещё учатся. Мы все учимся. И никто на самом деле не поймёт всё до тех пор, пока это не произойдёт. Как только это произойдёт, мы поймём лучше. Прежде чем это произойдёт, мы понимаем смутно. И я буду упоминать о некотором понимании наших обеих проповедях, которые мы будем иметь сегодня. Это здорово быть здесь и чудесно. И прежде чем мы начнём, я встану на колени. Если вы хотите, присоединяйтесь ко мне, чтобы просить Божьего присутствия. На это особенное служение, чтобы Его Святой Дух был тем, кто будет учить нас. Давайте помолимся. Отец Небесный, этим утром мы благодарим Господь. Мы благодарим за эту прекрасную, прекрасную субботу, которую Ты дал нам. Мы благодарим за ночной отдых. Мы благодарим за завтрак, который мы имели сегодня утром. И больше всего за духовную пищу, которую мы собираемся вкусить. Мы молимся особым образом, чтобы Той Святой Дух помасал наши умы, чтобы слова, которые произносятся, обращались к нашим сердцам и готовили нас. Готовили к Твоему, Господь, скорому пришествию и работе, которая является задачей, стоящей перед нами. Мы особым образом молимся за наших близких и членов семьи, которые, возможно, ещё не готовы и не осознали, насколько мы близки. Мы молимся за них. Разбуди их и помоги им также понять, и помоги нам понять. Мы просим во имя Иисуса. Аминь. Мы поехали в Вирджинию на выпускной. Сам выпускной был в субботу. Мы поехали, чтобы побыть семьёй. На выпускной мы не поехали. Мы пошли в церковь. И когда мы искали ближайшую церковь, мы зашли в карты, и нам было сказано, что ближайшая церковь АЭСД — это была испанская церковь. Мы поехали в испанскую церковь всего в нескольких милях вниз по дороге от университета. Некоторое время люди смотрели, смотрели, а потом наконец подошёл один парень и сказал, «Вы, случайно, не пастор Дэвид Гейтс?» Я сказала, «Да». Немного позже он подошёл и сказал, «Не могли бы вы сегодня проповедовать?» Я сказала, «Я счастлив, я в восторге. Я всегда должен быть готов дать ответ за свою веру». Мы были благодарны за возможность поделиться вестью. Двое из них, два брата, мексиканцы, сказали, что мы как раз готовимся купить билеты, чтобы поехать в Боливию, чтобы увидеть вас. А тут такой сюрприз, вы приезжаете в нашу церковь. Итак, у Бога дивные пути, и один из способов, которым это делает, заключается в том, что Он ведёт нас, направляет нас и собирает вместе неожиданным образом. Мы готовимся уехать, и когда мы это сделаем, мы будем вспоминать эти времена. Я молюсь, чтобы это было благословением. Сегодняшняя проповедь, сегодняшняя презентация называется «Подготовка к громкому кличу в запечатлении». Рис. Рис и другие злаки являются основным источником пищи для многих людей во всём мире. Вы не только сажаете рис, если вы когда-либо сажали рис. Это небольшой район производителя риса, но когда вы сажаете рис, это занимает месяцы. Когда я был в Индии, я пошёл в дом пастора и оставался в его доме, а потом мне сказали, что бы вы хотели покушать. Они спросили, вы любите рис? О, я люблю рис. Какой ваш любимый сорт риса? Я сказала, что мой любимый сорт риса – басмати. Они сразу же пошли и купили, а затем они приготовили этот рис, который был у меня слишком много. Я сказала, что я не могу столько съесть. Я выгляжу толстым и большим. Я сказала, я не могу съесть столько риса. Хорошо, если сколько-то сможете. Они оставили меня одного за столом. Из уважения, я думаю, я хотела бы поесть с людьми, но они оставили меня одного, и всё приносили мне еду. И когда я закончил, люди, которые обслуживали стол, сказали, вы не сможете доесть? Я сказала, конечно, я не могу съесть всю миску риса. Они сказали, вы не можете, а мы можем? Я сказала, конечно, конечно же, едите. В Индии едят рис пальцами, изгребают его в руки. Сразу же все люди съели весь рис. Я сказала, извините, вы все не похожи на голодных. Почему вы едите рис? Как будто вы отчаянно нуждаетесь в пище. Они сказали, мы не можем есть рис басмати. Его привезут из Гималаев. Почему вы не можете его есть? Они сказали, потому что он стоит в три раза дороже, чем обычный рис. Мы не покупаем такой рис. Мы не можем себе это позволить. Он вкусный, мы любим его. И я начинаю понимать, что здесь в США он не в три раза дороже, чем другой рис. Они привозят его большим контейнером в больших количествах. Но для выращивания и выдержки риса басмати требуется 9 месяцев. Для обычного риса требуется 3 месяца. Вот почему он стоит в три раза дороже. Три раза дороже остального риса. Рис готовится, затем поставляется в оболочке и надо снять скорлупу, прежде чем его съесть. В Боливии у нас есть одна такая деревянная штуковина. И мы называем ее двухцилиндровой рисовой шелушкой. Двое сидят и бьют рис. И другие страны, я думаю, и в Филиппинах тоже они делают то же самое. И также и в Японии они бьют рис. Так вы можете увидеть лучше. Видите, вот здесь, вот там вот. В Африке то же самое. Всегда нужно отбить рис, чтобы снять скорлупу. Как вы видите, есть процесс подготовки, который должен пройти рис, прежде чем съесть рис. Библия использует зерна. Я думаю, что мы можем снова включить свет. Так нормально? Хорошо. Так как мы смотрим много телевизора, я всегда чувствителен к освещению. В Библии зерна, пшеница, ячмень используются, так же, как виноград используется, как символ урожая. Но даже с зернами есть процесс. В винограде есть тоже определенный процесс. Вы должны растоптать его, вы должны выжать сок. Иногда его нужно сначала нагреть, чтобы получить сок. Некоторые из нас знают больше о винограде, о рисе, о приготовлении. Женщины, они любят делать виноградный сок. Тот же процесс должен происходить и с Божьим народом. Не удивляйтесь, если вам придется пройти через огненные испытания. Не удивляйтесь, если вам придется немного быть побитыми, прежде чем вы сможете быть использованы Богом. Чем раньше мы подчинимся, тем больше мы будем готовы к тому, чтобы Бог сформировал нас. Я бы сказала, тем менее травматично это будет. Чем больше мы сопротивляемся, тем сильнее вы должны ударить по зерну для того, чтобы снять эту оболочку мирского, ту часть, которая не отражает Божий характер. Когда мы размышляем об этом, мы должны осознать, что это чего мы можем ожидать от Бога из любви к нам. Когда я был в Венесуэле, работал там директором АДРО по связям с унионом в Венесуэле много лет назад, я также руководил авиационной программой и был председателем школьного совета в школьной академии, где мы жили. Было много работы. Однажды в субботу ко мне подошел один из школьных профессоров и сказал, у меня есть несколько вопросов. Я занимаюсь исследованием и хочу немного больше узнать о невесте Христа и о том, кто такие гости. Я всегда рос, думая, что церковь была невестой Христа, вся церковь, но невестой говорят, приди. Но к кому они говорят прийти? И кто такие гости? Будут ли гости на небесах? Конечно. Будет ли невеста на небесах? Конечно. Итак, есть ли разница? Я начала проводить некоторые исследования и я немного узнал. я собираюсь повторить это позже, но опять же мы не поймем полностью это до тех пор, пока это не произойдет. Но те, кто копает, изучают майнинг. А вы когда-нибудь занимались майнингом? Я знаю, что вы занимаетесь добычей полезных ископаемых. Я знаю, что в Южной Африке много золотых и алмазных рудников и Перу. Почти во всех реках Перу, особенно возле город, есть золото. В Каяне, где мы жили, где бы вы ни были, вы найдете тяжелую работу с маленькой золотой пылью. Иногда вы находите алмазы. Я, например, не могу отличить необработанный маленький алмаз от обычного гравия. Они выглядят почти одинаково, но люди, которые знают специфику этой работы, сразу находят их. И это напомнило мне о паре детей, четверых детей, которые однажды утром в маленькой деревне подошли к нашим домам и сказали, наш отец пошел город, чтобы стать плотниками, заработать немного денег, но у нас шестеро детей и в семье, и мы немного проголодались, поэтому мы решили выйти заняться добычей золота. Моя жена помолилась этими маленькими детьми, вот такие маленькие дети, и у них была лопата и кирка, и с ними было ведро, и они пошли, и мы захотели посмотреть, что могут сделать эти маленькие дети, особенно когда мужчины уже раз за разом мыли песок у берега, они стояли по шее, вода выносит песок, что этот маленький ребенок может сделать? Они пошли, они провели весь день, они помолились вместе с тетей Бекки, а потом пошли, когда они вернулись после обеда, мы спросили, вы нашли что-нибудь? Они развернули небольшой листок бумаги, внутри это был маленький камень, что это? Это алмаз, тетя Бекки. Алмаз? Я не вижу никакой разницы, откуда вы знаете, что это алмаз? Мы знаем, что это он. Знаете ли вы, что они пошли продали этот маленький алмаз, и они купили еду на 6 месяцев, пока их отец не вернулся. А также у нас был пастор из Папуа-Новой Гвинеи, который жил, работал и преподавал в той маленькой деревне, и затем он решил, что ему пора вернуться по Папуа-Новой Гвинеи к своей семье, со своей семьей, где много детей. Это дорого лететь на другой конец света? Я хочу сказать, что это будет стоить около 7000 долларов только на билеты, чтобы вернуться домой, даже ближе к 8000. А мы однажды не советуем миссионерам заниматься добычей золота, потому что это может быть неправильно понято, для чего не там, потому что правительство всегда ищет причину, почему иностранцы приезжают в эти индийские деревни. И я всегда подозреваю, что это вероятно из финансовых соображений. Поэтому мы просто не вмешиваемся. Это мы занимаемся миссионерской работой, мы летаем на самолетах. Когда я впервые побывал в Гаяне, они всегда заглядывали в заднюю часть моего самолета, чтобы узнать, не найдут ли они наркотики или золото или что еще. Они же должны быть там. Они не работают бесплатно, есть кое-что, что они пытаются получить из этого. Пошел с парнем, который сказал, я помогу тебе. Я помогу тебе перемывать ведра с песком. Он пошел, они работали весь день, вымывая, умывая, умывая песок и сбрасывая его, вымывая и пропуская золотую пыль. И в самом конце они сказали, пастор, следующий груз, последний груз дня мы с вами раздавали его вам. Они взяли последние несколько ведер и вымыли их. А внутри последних нескольких ведер был один алмаз стоимостью 10 тысяч долларов. И он заплатил за все свои билеты. И мы видели ответы Бога. Только в последних нескольких ведрах грязи за день Бог знает, как позаботиться о своих детях. Он спросил меня, этот профессор в Инсуэле, он сказал, проведите небольшое исследование. И он начал с Матфея 10 глава. Извините, Матфея 25 глава. Матфея 25 глава. Эта глава на самом деле говорит не о мире, а говорит о Божьем народе, а именно об адвентистах седьмого дня. Давайте прочитаем это здесь. Здесь немного сложно читать без света, поэтому я буду читать с экрана. Вы все знаете эту историю, но давайте прочитаем ее и посмотрим, что она нам говорит. «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных». Мы знаем, что они это адвентисты седьмого дня, потому что, по крайней мере, мы знаем, что это адвентисты, потому что они ждали второго пришествия. Мы согласны с этим, верно? Это не те, кто не верит в скорое пришествие Иисуса. Если они не верят в это, то они на самом деле не адвентисты. Они могут быть христианами, они могут следовать за Христом, но если вы с нетерпением ждете второго пришествия Иисуса и проповедуете Его, вы адвентист. Есть много христиан, которые являются адвентистами, потому они могут не быть адвентистами седьмого дня. Много баптистов, баптистских проповедников по радио. Я слышал, как говорят, что Иисус скоро придет. Пути готовы. Они адвентисты, но они не адвентисты седьмого дня. Они могут быть баптистами седьмого дня или они могут быть баптистами первого дня в своем большинстве. Затем сказано, они разумные взяли светильники свои и не взяли с собой масло. Масло является символом Святого Духа. Процесс подготовки. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но полностью ждался крик. Вот жених идет, выходите навстречу ему. Тогда встали все девочки и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрим, дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. А мудрые отвечали, чтобы не случилось недостатка у нас и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе. Когда же они пошли покупать, пришел жених и готовые вошли с ним на брачный пир и двери затворились. Мы остановимся здесь на секунду. Те, кто уже успели подготовиться к полуночному крику, были единственными, кто вошел. Нам сказано, что полуночный крик это послание «Иисус грятот, готовьтесь!» Это послание, которое проведет нас через это и светит наш путь до самого конца. это весь. Жених идет, выйдите навстречу ему. Это весь исходит не только от адвентистских кафедр, но и из других кафедр. На самом деле я слышу это в основном не от адвентистских кафедр. Это печально. Эта работа была поручена нам, но если мы этого не сделаем, камни будут вопиять. У Бога есть другие дети, которые слушают Его, и они могут сказать то, что мы тоже можем сказать, если только мы не закроем глаза и не засунем голову в песок, как страус. Итак, в этих последних словах Иисус сказал «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Итак, история десяти девок говорит нам об одном. Не думаю, что это, наверное, отражает процент тех, что будут готовы. Половина на половину. Никогда в истории у нас не было половины церкви готовой. Сколько вошло в Ковчег? Восемь. У вас есть идея сколько? я не живу в грехе, мои грехи прощены, если я умру, я готова умереть, но готовлю я жить на прожжении всего периода времени до предшествия. Это сложная часть. Готовлю я к запечатлению. Сколько из вас женщин, может быть, я должен упомянуть и мужчин, сколько из вас нравится консервация? Вы когда-нибудь делали консервацию? Вам нравилась консервация? Я сделала сотни. Я люблю консервацию, особенно моя любимая еда, помидоры, томатный сок. Моя мама делала их. Моя мама умерла почти 11 лет назад. Она сделала большую партию томатного сока. У меня все еще есть несколько бутылок. И я время трем не открываю одну. И я вспоминаю, что моя мама делала 11 лет назад. Это очень вкусно. И я решила научиться это делать. Потому что если моя мама скончалась, я должен продолжить ее дело. Потому что это мне очень нравится. Когда вы нагреваете эти бутылки на кухне, еда, которую вы собираетесь консервировать, горячая, вы помещаете ее туда, вы берете крышку, надеваете ее. В какой-то момент она закрыта. Вакуум запечатывает ее, верно? Вы можете смело надевать крышку и ставить ее на полку. Запечатленный народ. Вы знаете, что это гарантирует? Когда Бог говорит, мой человек запечатлен, это означает, что никогда больше нет ни малейшего шанса, что в его жизни снова появится бактерия греха. может ли Бог сказать это сегодня обо мне или о вас? Если Бог не может сказать это, может мы потеряли терпение на этой неделе, сделали может быть что-то, что не было угодно Божьей воли на этой неделе. У Бога все еще есть над чем поработать с нами. И Он показал мне, что есть несколько вещей, которые ему нужно исправить в моей жизни. Он сказал, я жду тебя, поэтому все еще сдерживаю ветры, я путешествую по миру, проповедую более чем в 100 странах, призываю людей готовиться, и как подготовиться к пришествии Иисуса. И Бог повернулся ко мне и сказал, ты тот, кого я жду. Видите ли, мы иногда не очень долго, имею ввиду, у меня нет времени, у меня назначена встреча, позвольте мне просто сократить время и прикопятить 10 минут. Помидоры могут бродить, потому что они кислые, а вот другие виды овощей нельзя варить 10 минут, даже если сколько нужно варить? 45 минут, 45 минут или больше нужно кипятить для того, чтобы убедиться, что все бактерии мертвы, прежде чем вы можете закрыть бутылку крышкой. Некоторые продукты являются более щелочными, кислые продукты лучше бродят, некоторые очень сладкие, очень гипертонические, как густой мед и другие вещи. Вы не можете консервировать мед, но вы понимаете, что он настолько гипертоничен, что любые бактерии, попавшие в мед, умирают. Если вы когда-нибудь проходили бактерии, вы кладете соль в воду и бактерии исчезают, мы смотрим на бактерии, смотрим, как вы кладете соль в воду и соль высасывает всю жидкость и бактерии исчезают, потому что соленая вода высасывает из бактерий все внутренности. Если вы работали в доме престарелых, те из вас, кто медсестры, когда-нибудь ухаживали за больными людьми, пожилыми, и если у них есть раны, например, пролежни, и они становятся открытыми, вы кладете сахар на рану? Вы кладете сахар в рану? Да, потому что сахар убивает все бактерии. Он настолько гипертоничен, что высасывает всю жидкость из бактерий, убивает их. Так то что-то подобные вещи сохраняют жизнь. Те из вас, кто хоть раз сел мясо и видел, как готовят мясо в Болидии, вывешивают мясо, чтобы сушилось, и не накрывают его, и посыпают чем? Солью. Почему оно не гниет? Потому что соль, во-первых, сушит, во-вторых, соль убивает все бактерии. По той же причине есть определенные комбинации, но Бог должен как-то удостовериться, что мы вылечились, прежде чем Он может запечатать нас. И вот почему есть работа, которую нужно сделать, и она включает в себя то, что Бог не может сделать ее без вас. Он должен сделать ее с вами, вы должны участвовать. Если кто-нибудь на Олимпиаду без участия спортсмена, вы отдадите себя в руки хорошего тренера, мне не нужно ничего делать. Тренер позаботится о том, чтобы я выиграл золотую медаль. Так это работает? Нет. Спортсмен должен подчиниться тренировке и выполнять всю свою часть, для того, чтобы это обучение того стоило. Вы должны участвовать с Богом в этой работе, поэтому мы все должны внести свой вклад. Доктор Лерой Фрум, написавший серию пророческих пророческая вера наших отцов. Мой отец знал его по семинарии. Он сказал следующее, я не академик, я не эрудированный человек, который преподавал в университете. Я преподавал в бизнес в аспиратуре университета Эндрюса. Я занимался другими вещами, но я не из всех академических людей. Я больше люблю работать в джунгерс и бегать босиком. И моя жена, кстати, тоже. У вас должно быть одно и то же видение. Вы знаете, сколько миссионеров не могут быть миссионерами, потому что один из супругов не согласен. У нас бывают иногда просто замечательные мужья, но жена просто не может жить так. Или жена очень хорошая, но муж просто не может так жить. Итак, если ты женишься на ком-то, если ты не женат, вы должны убедиться, что вы не просто адвентист седьмого дня или принадлежите к той же церкви, вы должны разделять одно и то же видение, миссию и мировоззрение. Тогда вы сможете работать вместе, иначе один из вас будет тянуть в противоположном направлении. Вы оба можете ходить в церковь, но ваши мечты о том, что сделать что-то, к чему вас призвал Бог, ваш упруг должен разделить с вами. Итак, доктор Фрум сказал следующее. Я пришел к выводу, я не цитирую его дословно, потому что я не смог найти его слова, у меня есть, они в одной из моих заметок. Я нашел это в одном из его сочинений. Он сказал, что я пришел к выводу, что напряжение всей истории церковь не понимала ясно пророчества до тех пор, пока оно не исполнилось во времена учеников. Иисус объяснял им, что должно было произойти. Они поняли? Когда Иисус умер, все их надежды были разрушены. Вот так. Хотя Иисус снова и снова говорил им, потому что их предубеждение и понимание указывали им путь в другом направлении. Они думали, что Мессия будет править и сидеть на троне Давида в том поколении. Затем его распяли. Они никогда не видели, чтобы кто-то воскресал после того, как его убивали. Они даже не думали, что это возможно. Все их надежды были разрушены. Мы думали, что Он тот, который должен был прийти. Хотя по темам они все поняли. В конце концов, они поняли. Как насчет 1844 года? Они понимали, что проповедовали, что должно было произойти, что Иисус собирался войти в святое и святых? Нет. Они думали, что Иисус придет на облаках славы. Но позже они поняли. Да, по факту. Готоваясь ко второму пришествию Иисуса и последним событиям, мы иногда ведем себя так, будто все понимаем. И больше нечем учиться. Но есть несколько принципов, которые нам нужно понять. Номер один. Господь Бог Амоса 3.7 ничего не делает, что не открыв тайны слугам, своим пророкам. И если бы очень много внимания уделялось началу следственного суда, было бы неуместно ожидать, что Бог даст нам информацию, когда Он подходит к концу. Нет, мы не можем установить дату. Нет пророчества, которое ведет к закрытию этого периода. Но можем ли мы ожидать, что Бог откроет тем, кто жив и этому последнему поколению большее понимание, чтобы не могли понять свое время? Именно так. Это называется истина для настоящего времени. Если вы сегодня выйдете на улицу и начнете кричать 1844 год, 1755 и начнете назвать все эти даты, это вызовет людей большой энтузиазм? Нет, люди скажут вау, это невероятно, что случилось 150 лет назад? Нет. Что означает истина для настоящего времени? Водниное истина для настоящего времени заключалась в том, что грядет потоп, Бог строит ковчег, Он приглашает вас войти. Это была истина для настоящего времени. В 1844 году истина для настоящего времени была. Иисус грядет, готовьтесь. Те, кто отверг эту весть, независимо от того, была ли она точной или нет в отношении события, но если вы отвергли ее и высмеяли эту весть, вы оставались в стороне. Для вас дверь закрыта, вы приняли свое решение. Когда мы походим к времени, ко второму пришествию Иисуса и мы смотрим на воскресный закон, мы смотрим на громкий клич, на запечатление, мы смотрим на окончание времени испытания, мы смотрим на язвы, и Иисус объявляет день и час и скупает свой народ и окружает их радугой. А затем Иисус приходит. Все эти события истинно для настоящего времени. Это наша весть сегодня. Если мы продолжим проповедовать истории, если мы продолжим проповедовать несуществующие истины, один мой друг сказал мне, Дэвид, вы должны проповедовать о Божьей любви и его милости. Если вы просто сделаете это, у вас никогда не будет проблем. Я сказала, но если вы знаете, что за углом отсутствует мост и все машины, которые едут по шоссе, повернут за угол и прежде чем не смогут остановиться, они слетят с обрыва, каково ваше послание людям? Извините, я просто хотела сказать им, что Бог любит вас. Правда ли, что Бог любит нас? Конечно, это правда. И если вы не скажете им, что моста нет, это весть любви, весть для этого времени, моста нет, замедлите ход или остановитесь. Если вы знаете, что приближается опасность и не предупреждаете людей, вы несете ответственность за их кровь. И единственная причина, есть две причины, почему вы не можете проповедовать эту весть. Одна из них, вы боитесь, что можете потерять работу. И вторая, или вы не верите в неё. Потому что, если вы верите в неё, Бог будет считать вас ответственным за то, чтобы рассказывать другим. Я верю в неё всем своим сердцем, я верю, что вы тоже. Иисус, вот грядёт, мы находимся на финишной прямой. Есть некоторые события, которые ещё не произошли, но вот-вот, произойдут. О чём мы узнали из Матвея 25 глава? Если мы собираемся подготовиться, мы должны подготовиться до того, как все проснутся. Адвентисты и другие христиане вообще спят сейчас. Они спят. Потому что, пока жених что? Замедлил. Все задремали и уснули. Духовно говоря. Верно. Духовно говоря, это означает, что вы считаете, что всё нормально. Мой папа и я, когда мы ехали, и мой зять сегодня утром в другую церковь, пока мы ездили по этому району, на этой неделе, за последние несколько недель мы сталкивались друг с другом. Здесь, в США, всё казалось почти нормальным. Вы согласны с этим утверждением? Я хочу сказать, вас никто не останавливает, вас никто не ограничивает. Они готовятся. Они возводят стены. Скоро эти стены рухнут. Всё ещё вы можете сегодня заниматься своими делами, всё ещё можете переводить деньги, всё ещё можете сделать это. Это немного сложнее, но работа немного сложнее происходит, покупка и продажа немного сложнее, чем раньше, экономика сильно повлияла на нас, но все компоненты довольно хорошо расставлены по своих местах. Когда Бог позволит, они сделают свою работу, но это всё равно производит впечатление нормальности. Мы возвращаемся сюда и уезжаем, и вроде почти всё нормально, но это ложное ощущение, это ощущение не является реальностью. реальность такова. Всё уже по местам. 15-минутные города, электронная валюта, контроль за здоровьем, Всемирная организация здравоохранения принимает все меры во всех странах, которым должны подчиняться, религиозная нетерпимость, свободы лучше поскорее ограничить. Всё это по местам. Или они даже уже на месте. Знаете ли вы, что воскресный закон уже действует, используя экологический контроль? Уже ради окружающей среды будет день, называемый семейным днём, когда все должны будут отдыхать. Конечно же, в целях здоровья и ради блага планеты. Это уже в силе. Будет ли когда-нибудь закон под названием «Воскресный закон»? Наверное, нет. Простите, что я немного заманила слоушку. Наверное, не будет закона под названием «Воскресный закон», потому что этот дьявол знает. Этим он разбудит всех адвентистов. И чего он не хочет, так это разбудить Божий народ остатка. Тем не менее, когда-нибудь будет слишком поздно. Проснись, сделай, что хочешь, уж слишком поздно. Если у вас нет масла в вашей лампе, это не имеет большого значения. Независимо от того, что вы делаете, независимо от того, сколько истины вы знаете, неважно. Если ты проснёшься и пойдёшь искать масло, ты не успеешь, дверь закроется, ты не успеешь войти. И так, сатана просто хочет, чтобы ты ещё не проснулся, пока не стало слишком поздно. У нас есть понимание истины для настоящего времени. Мы знаем, что время почти истекло. Мы просто не знаем, когда. Никто не может сказать вам, но есть события, которые разбудят каждого адвентиста седьмого дня. Каждая кафедра и каждая церковь будет проповедовать наступил воскресный закон. И вы знаете, что они вам скажут? Пора готовиться. Пора переезжать в деревню. Пора вам иметь свой дом и учиться фермерству, развивать сельское хозяйство. Вам пора духовно готовиться, потому что пришло великое испытание. И сейчас настало время приготовиться. Все университеты США выпускали студентов за последние несколько недель. Это как ждание выпускного экзамена говорить, «Эй, ребята, сегодня выпускной экзамен. Идите и учитесь». Слишком поздно. Вас проверят на том, что вы уже выучили. Вас не будут проверять по новому материалу. Вы будете отвечать, потому что вы уже выучили. Вы ничего нового не узнаете за день до выпускного экзамена. Итак, это то, что произойдет. И от 27 дня услышат, что пора просыпаться. Это называется полуночный крик. Жених идет. Теперь мы это знаем. Теперь мы не ждем будущего события. Оно уже произошло. Проснитесь, приготовьтесь. Но те, у кого масло в лампах, пойдут на свадьбу. Хорошо. Время просеивания. Мы знаем о пшенице. Мы знаем о зернах. Мы слышали историю о рисе, как это было. Что вам нужно сделать после того, как вы отделите полову от зерна? Чего еще не хватает? Просеивание. Вы подкидываете зерно, дует ветер, и ветер отделяет полову от зерна. Потому что оно уже отделено, но до сих пор вместе. Пшеница и плевели в одной церкви. У Бога должен быть процесс разделения. Этот процесс разделения также ясен, как правая сторона от левой стороны. Знаете ли вы, что время просеивания почти закончилось? Время просеивания почти закончилось. Тот факт, что вы пришли сюда сегодня, автоматически что-то говорит о вас. Если вас заинтересовал материал, который, как вы знаете, обычно излагается с этой кафедры или от меня, это подготовка к концу. И если вы пришли сегодня, значит вы, вероятно, хотите подготовиться. И если это так, то вы уже приняли некоторые решения в своей жизни. На последней лагерной встрече пару недель назад в Калифорнии было много практических вещей. Моя жена и я были очень благословены. Мы узнали много нового. Первый раз в жизни я зажигал огонь двумя способами. вы знаете, как это можно сделать. Вы когда-нибудь делали это? Я вырос в джунглях. Я никогда этого не видел. Я никогда не видел, чтобы кто-то вот таким способом разжигал огонь. Появился дым, потом довольно быстро появились искры и появилось пламя. Я никогда не видел этого раньше. Я знал это только теоретически, а теперь смог сделать сам. Вот так. А потом кремень и углеродная сталь. Углеродистая сталь. Бум! И появился огонь. Даже проще, чем две палки. Мы узнали много практических вещей, как на еще одной из старых технологий, которая была утеряна, заставить двигатель работать на дровах. Биотопливо. Вы вставляете дерево в устройство и закрываете его, чтобы не было кислорода. Вы подкладываете огонь. Под это устройство оно начинает сильно нагреваться и дерево переходит из дерева в газ. Дерево не горит, потому что там нет кислорода. В конце оно превращается в активированный уголь. Но газ, метан, который выходит из дерева, можно направить прямо в машину, на которую можно запустить генератор. Вы можете управлять пикапом, вы можете построить это, поставить в кузов своего пикапа и отправиться в город с дровами. Никакого бензина. Парень, который показывал нам это, он построил один такой, и он дал мне все планы, чертежи, и он показал мне. И я собираюсь построить один такой. Мы собираемся построить один для 30-киловаттного генератора в горах. У меня есть все чертежи, и он собирается приехать помочь нам настроить его. Мы узнали много практических вещей. Мы узнали о сельском хозяйстве. Я не смог посетить и все, но там были все виды обучения практическим вещам, которые необходимы для жизни. Готовы ли мы в нашем домике в горах? Я узнала, что несмотря на то, что он находится в горах, иметь солнечные панели — это роскошь. Когда-нибудь у вас не будет солнечных батарей, но вы должны иметь при себе хотя бы один инструмент — нож. У вас уже есть что-то на время, но если вы не вернётесь в свой дом или вы должны немедленно покинуть свой дом, вы должны иметь рядом с собой что-то, что, по крайней мере, может защитить вас, поможет разжечь огонь. Здесь много вещей, я не могу все их рассказать, потому что это не эта тема, но вы понимаете, что есть процесс подготовки, это нужно сделать сегодня. Мы начали немного поздно. Как у нас дела со временем? Мне нужно ещё несколько минут, чтобы закончить. Десять минут. Хорошо. Девы должны были решить, какое время пришло. Это было время просеивания. Я считаю, это моё убеждение, что Господь начал указывать мне на это ранее, в этом году, и по прошествии года начал подтверждать это, но я не понимала это до тех пор, пока несколько лет спустя ещё лучше не понял. И я, наверное, до сих пор этого не понимаю, но я увидела, что в 2015 году что-то должно было произойти в мире, в религиозном мире и в церкви. Я узнал в феврале, и это было усилено в апреле. Я думаю, что не слышала многого до июня, а затем я люблю ездить на сессии генеральной конференции с 1980 года. В то время я закончил колледж. Это был Южно-миссионерский колледж. Мы закончили его, и в том году я поехала на генеральную конференцию в Даллас, и с тех пор я не пропускаю ни одной сессии генеральной конференции. Я был делегатом, я был переводчиком, я переводил на испанский язык. Я люблю участвовать и видеть своих друзей со всего мира, и знакомиться с новыми людьми со всего мира. У нас всегда есть стенд, и мы всегда встречаем сотни и сотни людей. И Господь сказал мне в 2015 году, и Он сказал мне не идти к стенду, а просто прослушать сессию. Я привык, что люди всегда хотят поговорить со мной. У меня всегда была очередь во время этой сессии, но мне пришлось выйти на улицу. И я вышла на улицу, и когда я выходил, я пошёл в туалет. И когда я был там, как раз когда я был готова войти, какие-то люди подошли и спросили, можем ли мы поговорить с вами. Я сказала, да, но минуточку, я сначала должен зайти в туалет. Я сказала, выйду, и мы поговорим. Я зашёл в туалет, и пока я был внутри, кто-то сказал, могу я поговорить с вами. Я оглянулся, минуточку, сейчас я выйду на улицу, и я проговорил там в помещении 45 минут. Но когда я вышел на улицу, люди всё ещё ожидали. Они говорили, что случилось с Давидом Гейтсом? Он пробыл там в туалете 45 минут. Это то, что обычно происходит на таких сессиях. Но я вернулся назад. Я внимательно слушал. И именно тогда было предложено подавляющим большинством голосом изменить наши основные фундаментальные верования с близкого пришествия Иисуса на скорое пришествие Иисуса. А также речь шла о трудах Елены Уайт. Это непрерывный источник света. Дух пророчества. Они убрали это. Откуда свет? От Бога. Непрерывный источник света означает, что он вдохновлён Богом. Но они удалили это. Итак, в основном, вера в то, что дух пророчества вдохновлён. Вот почему мы слышим, как многие пасторы говорят о том, что неуместно цитировать дух пророчества даже в церкви. Это невдохновенный материал. И они не прочь цитировать светских политиков. Но извините, эти два изменения, и я не принимаю их. Дух пророчества вдохновлён Богом. Это постоянный источник жизни. Когда я был на Филиппинах, выступала в одном из университетов, Центральный Филиппинский университет, я встретился со студентами теологии и профессорами, и они спросили меня о специальной встрече, они задали мне вопрос. Дядя Дэвид, ты всегда цитируешь дух пророчества точно так же, как и Библию. Почему? Это же меньший свет, а не больший свет. Почему же вы так же доверяете меньшему свету, как и большему свету? И сразу же Господь дал мне то, о чём я никогда не думал. Совершенный ответ. Кто из пророков когда-либо утверждал, что это больший свет? Исайя, Даниил, может быть, Еремия, может быть, малые пророки, может быть, Иоанн? Нет, они никогда не претендовали на то, чтобы быть большим светом, но когда вы берёте меньший свет и соединяете их все вместе, вы получаете больший свет. Элен Уайт была меньшим светом, как и Исайя, как и Еремия. Она никогда не утверждала, что она больший свет. Но сложите их все вместе, и это непрерывный источник, постоянный источник света от Бога для нашего времени. Итак, просеивание, я думаю, началось после 2015 года в большей степени, а потом, конечно же, Папа Римский выступал в Конгрессе, что стало важным событием, потрясшим землю. А потом, единственное, начали выбирать сторону. Вы всё ещё собираетесь, используя дух пророчества, вы всё ещё верите, что пришествие Иисуса близко или Он ещё далеко? Люди разделились. И сегодня я бы сказала, что почти все в церкви уже сделали свой выбор. Довольно хорошо. Вы решили, на чьей вы стороне. Это не значит, что никогда не будут носиться изменения. Это значит, что большинство уже выбрало, на чьей стороне они будут до конца. Когда подуют ветры, зерно будет здесь, а мягко оно будет там. Шприница будет с одной стороны, а плевелы с другой стороны. И довольно скоро просеивание закончится. Всегда есть несколько исключений. И всегда будут. И одна из вещей, о которых напомнила мне моя жена, это прекрасное обетование родителям, у которых есть дети, которым ещё нужно вернуться. Самая последняя работа Иисуса. Прежде чем он покинет святое святых, он ответит на молитвы родителей о своих детях. Это означает, что дети, которые отошли, они вернутся. Разве это не прекрасное обетование? Я вывела это на экран. Потому что вы захотите это увидеть. Может быть, это будет трансляция, или может быть, это будет на видео, которое мы собираемся показать. Но здесь есть прекрасное обетование о том, что Бог делается во святом святых. И здесь говорится о невесте, о готовности Христа. Здесь говорится, что святой город Новый Иерусалим, который является столицей и представителем царства, называется невестой, женой Акса. Но когда мы идём к концу этой цитаты, она также указывает на то, что мы должны сдать Господа, и Он вернётся со свадебного пира. Потому что Отец совершит свадьбу на небесах, когда невеста будет готова. Мы не будем на свадьбе, мы будем здесь, на земле, но свадьба состоится на небесах. Я скажу Вам, что я верю. Очень скоро невеста будет готова. Я верю, что Бог приготовит свою невесту, и Он готовит её прямо сейчас. Очищение святилища — это не только очищение записей на небесах, это очищение наших сердец, земных святилищ. Очищение от чего? От любви к миру, от любви какого-то другого мужа. Мы всё ещё любим этот мир. Любовь к миру есть вражда против Бога. Как ты можешь быть замужем за кем-то, с кем ты враждуешь? Итак, Бог должен осуществить процесс разделения в нашей любви к миру. Он должен очистить наши сердца, наше святилище. Так что Он может затем поставить на нём свою печать, и когда Он закончит эту работу, это будет распознано двумя событиями. Поздний дождь и громкий клич. Когда эта работа будет завершена, будет иметь место запечатления, когда Святой Дух сойдёт. И тогда не будет абсолютно никакого шанса на грех когда-либо снова. Бог положит свою печать на свой народ, но прямо сейчас Ему нужна невеста, которая полностью любит Его, а не мир. И это произойдёт очень скоро. И я хочу участвовать в этом проекте. Я должен начать отсекать, Святой Дух отсекает то, что я люблю. Что вам нравится в этом мире? Что вам больше всего нравится делать? Мне нравится работать на улице. Чем старше я становлюсь, тем больше мне нравится работать на солнце. Тем больше я не люблю управление. Я видел людей. Проблемы измотали меня. Как вам нравится моя седина? Это проблемы людей. Это началось, когда меня угнали в мой самолет, и я был в тюрьме. Я встретил одного из своих друзей в администрации, Лорель Брук, и сказал, «У меня нет седых волос. У меня только одна, вот только одна». Я сказал ему, «Я могу рассказать тебе, как можно, чтобы было больше. На самом деле, я скажу, пусть тебя угонят самолетом и посиди немного в тюрьме». Мне было 25 лет, когда меня угнали, посадили в тюрьму. Я думала, что буду там 13 лет. И я пришёл домой с сединой. В 25 лет. Он сказал, «Нет-нет-нет, я так не хочу». Но процесс будет немного напряжённым. Однако это означает, что Бог должен отрезать много чего. И Он должен показать нам, что Бог, что и Он должен показать нам, что мир не любовник. Мир ненавидит Бога, мир ненавидит Божий народ. В нём нет любви. И если ты любишь мир, ты не можешь любить и мир, и любить Бога одновременно. Итак, Бог должен начать открывать нам все эти злые связи, которые водят нас от Него, чтобы сделать этот процесс. И в конце концов, Бог закончит свою работу. Есть ещё одна цитата в книге «Ранее произведение». Я вывел её на экран, чтобы вы могли увидеть её. Она очень красивая. Здесь речь идёт о свадебном пире. Я верю, что Божий народ, что Новый Иерусалим является символом невесты. Я не верю, что это невеста. Я верю, несмотря на то, что строгоет, говорит, что Новый Иерусалим, помните, в Откровении 3 глава, из группы людей, для тех, кто побеждает, на челах которых написано слово «Новый Иерусалим». Я верю, что Бог собирается жениться на людях. Я верю, что невеста будет настоящими людьми, которые в совершенстве отразят характер Божий. И после того, как они будут запечатлены, Дух и невеста скажут ко всем гостям «Придите, на небесах будут гости». Помните? Помните, Иисус шёл вместе с устрою Айт в видении? Он вошёл в Новый Иерусалим, он возвысил свой прекрасный голос, и он говорит, что только 144 тысячи могут войти в это место. Вы помните это? Почему только 144 тысячи? Потому что невеста живёт с мужем в его доме, а все остальные — гости. И если ты гость, то ты не невеста, а если ты невеста, то ты не гость. Я провёл много свадьб, но меня никогда не приглашали на Медовый месяц. Потому что я всего лишь гость. Единственный раз, когда я отправился в Медовый месяц, это когда я женился и взял с собой свою невесту в Медовый месяц. Это единственное, кому разрешено отправиться в Медовый месяц и жить в доме с мужем. Это невеста. Это произойдёт очень скоро. Когда я смотрю на прекрасные вещи, которые я люблю делать на улице, и вижу горы, и наслажаюсь дождём, мне солнце, работаю на улице, потею, тяжело работаю, притмаю ванную, сплю ночью, как младенец. Я говорю, Господи, как можно любить этот мир? Я не хочу любить этот мир. Бог создал внешнюю красоту, чтобы мы могли любить Создателя. Чем больше мы находимся в городе, тем больше мы слышим шум, и чем больше мы видим все эти большие дома, и чем больше мы видим промышленность, и слышим громкий шум городов. Трудно разглядеть, сквозь всё это увидеть Творца, но я люблю быть вне города, на природе, и это произойдёт очень скоро. Я также жду того факта, что Иисус скоро придёт. И я хочу сказать, что Он скоро придёт. И я очень благодарен, что у нас есть возможность быть вместе. Мы собираемся продолжить эту проповедию здесь через несколько минут на второй части. В том же направлении мы на финишной прямой. Давайте подготовимся и станем частью тех, кто может проповедовать громкий клич. Давайте в совершенстве отражать характер Божий, хотя я не понимаю, как это может случиться со мной. Я буду честен. Только чудо. Только чудо Божье может сделать меня совершенным. Поэтому я никогда не теряю терпение. Я никогда не обижаюсь на водителя, который едет впереди меня слишком медленно. Как тот маленький мальчик ехал со своей мамой и спросил, мама, а где все эти идиоты? Что ты имеешь в виду, Джонни? Мама, всякий раз, когда я еду с папой, дорога заполнена идиотами. Вы понимаете, о чём он говорил? Иногда мы, как тот автобус, который едет на очень высокой скорости, мы быстро говорим, мы быстро работаем, мы быстро двигаемся. Некоторые люди не хотят ездить со мной в машине, потому что я летаю, я пилот. У моего пикапа большой двигатель, и у нас есть три часа езды по небольшой горной дороге добраться между нашей телестанцией в Боливии и в горы. И если вы просто едете там за этой машиной, вы так можете ехать четыре часа, но вы должны проехать, можно быстрее, трудно проехать, но вы должны проехать быстро, потому что из-за угла приближается еще один грузовик, и так вы должны проехать. Я молюсь о мудрости, но иногда я еду, и люди говорят, моя невестка больше не ездит со мной, она поехала со мной в Боливию, сказала, я никогда больше не поеду с вами, она не привыкла ездить по боливийской дороге. Знаете ли вы, что в Боливии водители привыкли обижать бордюр и находить кого-то на своей стороне? Здесь в Штатах этого бы не произошло, нет, лучше этого не делать, потому что нет лобового стекла. В Боливии, если вы завернете за угол, обнаружите, что рядом с вами проезжает другая машина, все просто разрезаются, и машины проезжают. Это происходит каждый день. Автобусы, целые большие пассажирские автобусы проезжают по бордюру. Вы едете по бордюру, а там большой пассажирский автобус, и все как бы останавливаются, вы освобождаете место, через которое он проезжает, и вы продолжаете двигаться дальше. И это все каждый день. Здесь такого никогда не произойдет, потому что люди не готовы к этому. Это просто бы произвело аварию, потому что они не ожидают такого. Но в Боливии вы готовы к этому. Каждый бордюр, по которому вы едете, может сломаться. Вы не просто едете, размышляя, нет, вы едете по бордюру, и кто-то может быть на вашей стороне дороги. Если есть пробка с двумя полосами, вы делаете четыре полосы. Когда все знают правила дорожного движения, все к этому приспосабливаются. Я просто хочу знать. Бог должен научить нас новым правилам дорожного движения, начиная с меня. И пусть все мы будем делать то же самое. И в тот день, когда Иисус придет, важно услышать слова «Хорошо, добрый и верный слуга». Да благословит Господь! Благодарю! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...